Добрый день, у микрофона Владимир Сметалин, приветствую вас, мой собеседник Евгений Дрогов, директор издательства «Краткая», консультант инициативного бюджетирования. Евгений, добрый день. Добрый день. Можно ли найти что-то положительное в этой продолжившейся внезапно зиме, на ваш взгляд? Я тут уже слышал массу историй о том, что накануне, на днях люди увезли благополучно лыжи, сноуборды в гаражи, в овощные ямы, куда-то все уже. Я один из тех, кто лопату в гараж уже зимнюю. Я думаю, что в любом явлении, кроме ядерной войны, наверное, можно найти какие-то положительные стороны. Люди вспомнили, что можно передвигаться по городу пешком, правда, это затруднительно, конечно, меньше сжечь бензин, опять же. Намного меньше, конечно, автомобилей в городе, благоразумно. Надежды, правда, на общественный транспорт также нет, как и на собственный транспорт, если особенно летние резины. Мы как-то, пометуя прошлый год, в семье не стали резину переобывать до майских праздников. 20 апреля 2017 года тоже был такой снежный удар, поменьше, правда, чем этот удар. Ну, синоптики говорят, что некоторые явления, такие вот катаклизмы, имеют свойство в цикле повторяться через год, иногда несколько лет подряд. В общем, надо привыкать, нужно быть готовым. Ну да, теперь, да. Многие упрекают систему информирования о подобных чрезвычайных ситуациях. Многие не знали, многие не получили никакого рассыпки от МЧС. Ну, не знаю, тут, наверное, привычка. Я еще в начале недели прошлой смотрел прогноз на неделю, потому что у меня просто такая привычка. И я видел, что синоптики предупреждают о резком похолодании и снегопаде. Масштаб снегопада, конечно, трудно было точно спрогнозировать. Но, тем не менее, о том, что двигается циклон, было известно заранее. Ну, конечно, все это растает. Вопрос только в том, какой дате это все исчезнет с улиц нашего города. К 1 мая, к 9, к 15 или к 1 июня. Ну, хотелось бы, чтобы пораньше. Сегодня примечательная дата, кстати, для издателей, для тех, кто имеет отношение к этому делу. 23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права. Значимая самая фирма издательства, кратко. Для издательства, я думаю, что для всех, кто пишет книги, читает книги. Те, кто хранит книги, издает, публикует и печатает. В общем, для всей книжной индустрии сегодня, конечно, в мире. С 67-го года отмечается дата. Достаточно солидный уже срок. Более 50 лет уже. Этот день, это повод задуматься о сделанном, строить какие-то планы на будущее. Что в душе? Ну, с поправкой на погоду, конечно, все равно думается о планах. У нас впереди четвертый уже по счету книжный фестиваль на Красной площади книги России. В июне снова, да? Да, со 2-го по 6-й. В этом году прибавили один день. Обычно с 3-го он начинался, в этом году со 2-го. То есть на день больше этот праздник продлится. Конечно, он грандиозный. И мы традиционно примем участие в региональном стенде. Будем представлять Кировскую область, так получается. В прошлом году вы были единственным представителем нашего региона на главной площади страны. И довольно успешно вы приходили, рассказывали о том, как прошло это все. Ну, да. Это, конечно, грандиозное событие. Оно, можно сказать, появилось случайно в год литературы. В 2015 году. Обычно выставка книги России проходила весной на ВДНХ. И она была таким отголоском Московской международной книжной выставки, которая тоже проходит на ВДНХ в сентябре. И год от года многие участники и организаторы сами признавали, что ресурс этой весенней выставки книги России исчерпывается, и она становится похожей на Московскую международную выставку. То есть она ничем, по большому счету, не отличается, кроме как отсутствием международных участников. То есть тот же формат, те же примерно мероприятия и так далее. И вот планировали ее в 2015 году переформатировать. Была она объявлена, были поданы заявки, мы уже собирались туда ехать. И где-то за неделю в марте 2015 года ее вдруг отменили. Отменили совсем. И, конечно, был скандал. Это было государственное финансирование? Чьи эти были? Ну, Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок, она учреждена нашим государством, Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. Но они деятельность свою осуществляют не полностью на государственном финансировании. Там есть какое-то субсидирование, какие-то гранты. Но вся эта деятельность именно по организации наших выставок и каналов в основном рассчитана на компенсацию, скажем, со стороны участников. Я не скажу, что это зарабатывание денег. Трудно тут сказать, что это какой-то бизнес в чистом виде. Главное участие. Да. В основном. Но вылилось это все в то, что было предложено президенту или президентам. Как-то, в общем, идея прозвучала, и она была подхвачена всеми. Потому что это был и выход из ситуации, с одной стороны. И с другой стороны, это позволило вывести это событие совершенно на другой уровень. И вот теперь каждый год летом все книжники нашей страны съезжаются на Красную площадь. И те люди, которые всегда ходят на книжные выставки, они, конечно, тоже туда приходят за впечатлениями, за новыми книгами, за встречами с издательствами и писателями. Я помню, как говорили, когда наши, с нашими корнями советскими, люди подходили и с такой теплотой интересовали. Это всегда так происходит, но Красная площадь – это особое место. Это символ страны, где помимо тех людей, которые специально приходят на какие-то события, событийные мероприятия, большой вид трафик туристов, в том числе и иностранных, и зарубежных. И все это в совокупности дает такой вот колоссальный эффект. А деловые связи завязать? Договоры? Какие-то заключить? Тоже есть свой смысл в этом? Это можно сделать, и в принципе, ничто этому не препятствует. Можно и заранее договориться, и обойти каких-то потенциальных партнеров во время фестиваля. Но все-таки это больше ярмарка. Вот в отличие от там московской международной выставки, где есть больше, скажем так, уклон на деловой формат, но у нас все практически выставки, вот в отличие от зарубежных, мне удалось на нескольких побывать, крупных зарубежных выставках, там упор на деловой формат, он более отчетливо виден. То есть там целые секции, павильоны отводятся для переговоров непосредственно. В деловой, коммерческой. Да, да, то есть там встречаются только агенты, издатели, писатели, и никакой другой деятельности в этих секторах не происходит. Вот, и некоторые и ярмарочную такую, как в нашем понимании, торговлю не осуществляют. С чем в этом году у краткой поедет? Уже можно четко говорить об этом? Ну, я могу сказать, что вот две книги, которые у нас вышли в этом году, и две книги, которые вышли в прошлом, мы представим. Мы подали заявку в программу мероприятий. Давайте озвучим. Да, это книга, такой целый издательский новый проект, первая книга, в котором вышла Илья Оленева «Радости ради». Илья был у нас в эфире, с вашей подачей, да, как раз таки представлял и разыгрывали мои книги. Да, да, Илья был у нас в эфире, и мы презентацию библиотеки Герцена две недели назад провели, уже три, наверное, даже. Вот, такой интересный музыкально-поэтический проект. Вот, я думаю, мы вот в этом году продолжим. Первая книга, как первая ласточка, она наиболее, наверное, важна и ценна. Вот, и Илья свой моноспектакль прочитает, пропоёт на красной площади. Не пожарит, но сердце страны. Да. Вот, в какой-то один из дней, потому что точная программа сейчас согласовывается, какой день точно будет, это пока непонятно, но, я думаю, мы сообщим всем заинтересованным ближе к времени. Вот, вторая книга, это «Азбука города» с архитектором Иваном Иппаловичем Чарушиным. Мы тоже об этой книге в эфире говорили. Тоже говорили, да, тоже. Интересная, большой, очень важный момент. Автор Светлана Михайловна Бушмелева, очень интересная книга, не только для детей, для всей семьи. Построена она в форме азбуки и рассказывает о городской среде и об архитектуре вашего города. Термин архитектуры, в том числе. На творчество, на биографию нашего самого значительного, пожалуй, за все время существования нашего края архитектора Ивана Иппаловича Чарушиным. Третья книга, которую мы буквально вчера презентовали в «Открывашке». В нашей детской познавательной программе «Открывашка», которая выходит по воскресенью в 10 утра. Все желающие могут послушать, наверное, на сайте. Конечно, на сайте она в окно должно появиться. Книга необычна тем, что ее автор – это 10-летний мальчик, школьник, из Кирова-Чапецка, Максим Мельчаков. Он написал такую сказочную повесть. Она называется «Капитан Минральд и его команда». Мы тоже ее будем презентовать на Красной площади. Ну и четвертый проект, который мы представим – это проект Фонда поддержки художественного музея имени братьев Оснецовых по развитию усадьбы Рябова. Называется он «Котомка сказок». Это книга, которая включает победителей конкурса литературного. Это жители в основном Зуевского района, дети и их родители, которые в этом литературном конкурсе поучаствовали, писали сказки. Что представляет собой это издание? Не видел, к сожалению. Ну, оно такое некоммерческое издание, то есть оно не поступает в продажу. Но необычность его формата, привлечение, скажем так, внимания не только к литературе, но и к творчеству. Проект заинтересует творчеством. И вот представление этого проекта, оно только начинается, можно сказать. То есть книга вышла совсем недавно. Планируются еще мероприятия презентационные в ближайшие месяцы. Ну и весь год, наверное, под эгидой вот этой «Котомки сказок» будут проходить. Руководители проекта Ирина Анатольевна Любимова и Надежда Алексеевна Коровина. Руководители Рябовского музея и Фонда поддержки музея. Они получили на этот проект президентский грант. В рамках президентского гранта все это происходит. Но я думаю, в ближайшее время одну из наших передач мы можем как раз-таки подробно посвятить. Ну я думаю, что это будет интересно. Да, да. Ну что ж, успехов. Спасибо. Собственно, да. Сейчас у нас небольшая пауза. Евгений Дрогов, директор издательства «Украдка» и сегодня в программе «Особое мнение» и консультант инициативного бюджетирования. Вот как раз-таки к инициативному бюджетированию мы перейдем через полминуты. В прошлый четверг, я напомню, 19 апреля у нас был большой эфир, посвященный инициативному бюджетированию. Это была первая часть программы «Дневной разворот», где в гостях был Евгений Дрогов, консультант Офиса инициативного бюджетирования, и ваши коллеги Николай Плюснин и Михаил Шевелев. Михаил Шевелев. Да, Михаил Шевелев. Михаил Шевелев, вы рассказывали о своей поездке в Салихард. Николай Плюснин был в Костроме, он, кстати, будет в программе «Особое ныне послезавтра», в среду, точно так же в 13.00. Будем говорить об опыте Костромы, о сравнении опыта инициативного бюджетирования с Кировым. Но вот в том эфире мы успели подробно поговорить, а что же такое ППМИ в Салихарде. И там есть свои нюансы. Я это уже по словам нашего главного редактора Светланы Занекозного. Ну да. Очень любопытные моменты. Давайте подробнее рассмотрим. Надо сказать, что там это не называется ППМИ. Четкий термин-то есть какой-то? Ну, пока они внедряют проекты инициативного бюджетирования. То есть у них это все на стадии разработки, внедрения. Когда у них это явление? Ну, с учетом... А, когда развиваться начало? Да, у нас это 10-го года. Да, у них в этом году. Вот буквально в этом году, да. Они подключились к федеральной программе. Я напомню, что создан центр изучения практик инициативного бюджетирования при научно-исследовательском финансовом институте Министерства финансов России совместно со Всемирным банком проходит федеральная программа по изучению и внедрению практик инициативного бюджетирования в Российской Федерации. На сегодня порядка 40 регионов заявили о том, что они или реализуют практики такие, или собираются реализовывать. В том числе и мы. Но мы уже существовали, скажем, в этом режиме до появления этой федеральной программы. И мы, конечно, особым образом там выделяемся на фоне многих регионов. Не всех, конечно, есть регионы, которые тоже достаточно существенно продвинулись в развитии этих практик. Но мы-то где? Топ-3, топ-5, топ-7? Судя по тому, что в конце позапрошлого года, когда первая конференция всероссийская на базе Минфина проходила, и Кировская область в числе четырех регионов была отмечена как... Передовик, собственно. Передовик, да, флагман. Один из регионов флагманов в этом направлении. Я думаю, можно смело говорить, что мы в пятерку-то входим, а может и в тройку, смотря как смотреть и как считать. Ну, по количеству средств, которые были потрачены за эти годы, по количеству проектов, которые реализованы, мы можем смело и на первое место выйти. Просто в каких-то регионах это сделано там за несколько лет, а у нас почти там за 10 уже, да, за 8. Ну, я думаю, что в данном случае тут это соревнование, оно такое не особо важное. Вот суть в том, чтобы то, что наработано, да, то, что создано, чем мы до сих пор могли похвастаться не только в нашей стране, но и каким-то опытом на международном уровне могли об этом говорить, важно это сохранить и развивать дальше. Потому что здесь остановка, как в любом, наверное, процессе, в любом деле, в любой сфере, равносильно стагнации, да, и какому-то, какой-то даже деградации, возможно. Вот. А что касается немало-ненецкого автономного округа, они только подключились к этому движению, скажем так. И у них пока нет четкого представления и понимания, как это все должно быть, как это будет. Вот. На данный момент, вот когда мы к ним приехали, они планировали, планируют пока вот до сих пор, что эти практики будут развивать муниципалитеты у них. А региональный бюджет будет поддерживать лучшие из муниципалитетов, которые продвигаются по развитию этих практик. Вот. А как понять лучшие? Что тут за критерии? У них есть система критериев, у них разработана нормативная документация, возможно, она будет дорабатываться. Возможно, вот сейчас можно на данный момент говорить, что, возможно, они даже и этот подход пересмотрят, потому что после мероприятий, которые мы совместно организовали для представителей муниципалитетов и некоторых региональных ведомств в Салихарде, мы им рассказывали подробно, что это такое, какие бывают практики, в чем нюансы и так далее. Вот. Может быть, они что-то и пересмотрят. Но пока вот таким образом. Тут самый главный, наверное, момент, почему именно так это происходит у них, как у нас, или там в других регионах иначе, кроется в том, что их регион является регионом-донором, одним из немногих, да, с... С финансами все иначе, чем в Кировской области. Да. Ну, я не скажу, что у них там все гладко и все замечательно, да, потому что федеральный центр тоже не дремлет, да, и пытается какие-то излишки там под разными предлогами перераспределить, да. Но, тем не менее, возможности поддержки муниципалитетов, а речь идет о том, что поддержать именно муниципалитеты, собственно говоря, люди живут в муниципалитетах, у региона нет людей, да. Все живут там в городских, сельских поселениях, в городских округах. Вот. Возможности Янау гораздо больше, чем в многих других регионах. И отсюда вот такой формат. То есть отдать опыт, наработку, скажем так, опыта и планирование, разработку всех нюансов этих проектов на муниципальный уровень, наверное, возможно вот только в таком регионе. И в этом пока, в этом планировании видится такой необычный формат. Но они уже понимают, какие проблемы-то им предстоит решать? Я думаю, что они сейчас понимают это гораздо лучше, потому что одно дело, какие-то общие представления, изучение чужого опыта, другое дело, когда ты уже планируешь свою работу, особенно здесь сложным, самым и важным компонентом является непосредственно работа с людьми, потому что без этого не бывает инициативного бюджетирования. Если нет работы с людьми, если нет вовлечения людей в принятие решений на многих стадиях реализации каких-то проектов, которые на пользу как раз людей же и направлены, то это уже не инициативное бюджетирование, это что-то другое. И здесь основной страх такой, основная трудность начать работать с людьми. Особенно тогда, когда все понимают и все знают, что денег хватает, в принципе, муниципалитету на то, чтобы обеспечить все полномочия и все нужды, так сказать, муниципалитета закрытые. Но здесь возникают другие проблемы. Как потратить деньги, по каким критериям вот эти деньги потратить, как учесть мнение жителей. Особенно это актуализируется сегодня, когда появляются и федеральные программы, где декларируется о том, что обязательно решения по распределению этих денег должны приниматься с участием населения. Это и комфортная городская среда, и безопасные дороги. Но безопасные дороги – это менее, скажем так, масштабный проект в масштабах страны, потому что ограниченное количество регионов. А Янао входит, кстати, в этот проект? Насчет дорог я не знаю, вряд ли. 35 регионов по стране только участвуют в этом проекте. Да, причем это же участвуют агломерации. А в Янао агломерации говорить сложно. Потому что площадь достаточно... Во-первых, площадь. Во-вторых, столица в 10 раз меньше, чем Киров, например, по сравнению с Салихард, меньше в 10 раз по населению. Есть два городских округа, которые в 2-3 раза больше, чем Салихард, но они достаточно далеко отстоят от Салихарда, и дорога с асфальтовым покрытием только строится сейчас там. То есть Салихард практически отрезан. Бывает в определенное время года от всего остального. То есть самолетом только можно долететь. А на ваш взгляд, вот такой концептуальный вопрос, они там отдают себе отчет, а зачем им это все нужно? А в регион донор... Вроде все нормально. Ну как все нормально? Дело в том, что это основной вопрос. Это основной вопрос, на который они сами хотели себе ответить в том числе. Ответить для себя, ответить жителям, потому что вопрос, который могли бы им задать, например, люди, которые придут на собрание, которое они там организуют, и спросят, вы от нас-то чего хотите? Вроде у вас деньги есть, да, полномочия есть, вот вас избрали там, назначили, вот вы все и делаете. Мы-то здесь наречиваться, все вам должны. Третий вопрос, что, какая выгода, для чего это нужно, например, бизнесу, который участвует в софинансировании таких проектов во многих регионах, и во многих странах, где такие проекты реализуются. Вот, и мы совместно, мы консультанты офиса консультантов инициативного бюджетирования в Кировской области, которые имеют опыт не только в Кировской области, да, но и соприкасались с проектами в других регионах, региональные власти ЕНАО и муниципальное образование в лице тех людей, которые будут эти проекты потом разрабатывать и реализовывать, пытались вот совместно ответить на эти вопросы. И мне кажется, что мы достаточно сильно продвинулись в этом направлении. Вы-то чем непосредственно делились с коллегами? Ну, мы рассказывали, какие формы бывают, что главное в инициативном бюджетировании, какие процессы предшествуют инициативному бюджетированию непосредственно, да, как планируется цикл, как проводится собрание, что главное в работе с поселением. Это методика такая, да? Да, то есть механизмы, конечно, за два дня не расскажешь всего, и требуется дальнейшая работа по обучению уже непосредственно тех людей, которые будут проводить эти многочисленные собрания, да, вот в муниципалитетах. Вот, но очень интересно наблюдать за регионом, который встал на этот путь, может быть, до конца не понимая, зачем он это сделал, да, потому что это тенденция, это тренд, это установка, да, которая уже на федеральном уровне транслируется, вот, и не отстать там от коллег, и вот этот новый какой-то уже даже уже не столько необычный, сколько может быть модный уже инструмент реализовать у себя, успеть, да, вот, а с другой стороны до конца понять, зачем это нужно, что можно из этого извлечь, и мы увидели, что бюджет, который, например, они перераспределяют муниципальным образованием в качестве поддержки, сколько, можем сказать? 4 миллиарда. 4 миллиарда. 4 миллиарда они муниципалитетам раздают каждый год, вот на, вот эти цели там, на дофинансирование по исполнению полномочий, скажем так, на благоустройство на то же и на другие полномочия, вот, и они увидели, вот, в инициативном бюджетировании как раз инструмент перехода от того состояния, когда муниципалитеты, получив эти деньги, вдруг начинают думать, а куда же их быстренько потратить, пока финансовый год не закончился, да, перейти к планированию, куда мы потратим эти деньги в следующем году, привлекая мнение населения, что нам в первую очередь сделать, то есть это не мы уже в администрации решим, да, а мы с людьми посоветуемся, проведем какие-то конкурсные процедуры, проведем, может быть, комиссии, потому что кроме ППМИ в Кировской области, например, достаточно успешно работает и народный бюджет, да, там, там нет софинансирования населения, но там есть немножко другая форма, ну, когда областной бюджет определенную сумму выделяет, да, то есть там работает бюджетная комиссия, которая, то есть не на собрании граждан вопрос решается, а бюджетной комиссии. А продолжается, кстати, этот проект? Да, 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 он продолжается, и каждый год 10 миллионов рублей областного бюджета достаются 10 муниципалитетам из числа подавших заявки, и к этим 10 миллионам каждый муниципалитет еще по миллиону должен прибавить, то есть 2 миллиона бюджетная комиссия в таких муниципалитетах распределяет. Причем опыт Кировской области показывает, что эти практики существуют параллельно, они дополняют друг друга, и, возможно, такая же, скажем, какая-то архитектура, дизайн вот этих проектов и в других местах. С коллегами из Селехарда договорились быть на постоянной связи, ВКонтакте, будут обращаться еще к вам за поддержкой, за разъяснениями какими-то? Мы с удовольствием откликнемся на такие обращения. Мы расстались на том, что есть понимание продолжения сотрудничества. Продолжения. Продолжения, потому что если они четко утвердят себе график, скажем так, дальнейшего продвижения в этом направлении, они должны будут до формирования бюджетов в этом году провести вот этот цикл работы с населением, собраний, какого-то планирования, да, чтобы выходить на следующий год, на год реализации уже, ну, с подготовкой, с проведенными всеми мероприятиями, как у нас это происходит. Конечно, есть другие примеры, когда собрания проходят в том же году, что и выделяются деньги, реализуются проекты, но практика показывает, что встраивание в бюджетный процесс более четко по планированию денег, да, позволяет делать все гораздо лучше, скажем так. Так, небольшая реклама у нас сейчас будет, полтора минуты. Напомню, что мы беседуем с Евгением Дроговым, директором издательства «Краткое», консультантом инициативного бюджетирования и человеком активно следящим за тем, что происходит в нашем городе, о некоторых городских проблемах мы поговорим с вами. Перед тем, как перейти к обсуждению городских вопросов, Евгений Дрогов вспомнил о том, что после поездки в Салихард, после встречи и обмена опытом в плане инициативного бюджетирования, четко возникло понимание того, что вы сказали, что необходимо создание некого координационного центра, да? Вот мысль о том, что появится какой-то проектный координационный центр в регионе, который бы координировал движение, скажем так, денег, ну даже не движение денег, использование возможностей участия людей в разных проектах разного уровня. Вот есть региональные проекты, есть федеральные программы, где необходимость участия населения не только декларируется, но вот после первого цикла, после первого года реализации, я думаю, она будет очевидна в каждом конкретном случае, когда сделали двор там по ПМИ и, например, по комфортной городской среде. В одном случае жители непосредственно на всех стадиях участвовали в реализации проекта, а в другом случае они только были поставлены практически перед фактом, что их двор будут делать, но они были исключены из всех этих процедур. То есть уже есть с чем сравнить, и необходимость вот такой координации, я думаю, что будет более отчетливо осознаваться уже в этом году. Хорошо, давайте теперь поговорим о том, что широко обсуждается с жителями нашего города. На этой неделе, как известно, ранее было анонсировано, прокуратура должна озвучить список торговых центров, которые должны быть закрыты в связи с нарушениями правил пожарной безопасности. Как известно, в городе уже закрыты несколько ТЦ развлекательных центров, по требованию прокуратуры основания те же самые. Вот здесь, конечно, фиторический вопрос встает, что эта трагедия, она как раз в Кемерово, я имею в виду, без нее никак нельзя было обойтись, я имею в виду, чтобы соблюдать эти нормы, проверять, ходить, выносить предписания. У меня каждый раз такой же вопрос беспокоит. Помните, хромая лошадь? Хромая лошадь в перемене, где 160 погибших почти. И каждый раз это происходит, и не только с какими-то заведениями, торговыми центрами, кафе, ресторанами, а вообще в любой сфере. То есть случается какая-то трагедия в школе, вдруг обращают внимание на вопросы безопасности. Хотя мировая практика показывает, что ужесточение пропускных режимов, каких-то введения дополнительных технических средств контроля, пропуска, введения охраны и так далее, и так далее, по большому счету очень несущественно влияет на конечную безопасность. И морально давит еще к тому же. Да, потому что безопасность на самом деле формируется немножко, то есть она начинается в другой сфере, она в другой плоскости начинается. Она начинается с доверия людей друг к другу. И если в обществе это доверие есть, а значит есть поддержка, есть внимательное отношение к другим людям, то какой-то человек с подозрительным поведением, он сразу вызовет подозрения у окружающих и привлечет к нему дополнительное внимание именно у членов общества, у граждан, а не у блюстителей, так сказать, закона или порядка. То есть на каждый перекресток, в каждом торговом центре полицейского не поставишь там даже для охранника. Вот, и как практика показывает, и соблюдение всех норм противопожарной безопасности, формальное соблюдение тоже не приводит к этой самой безопасности. Ну, понятное дело, что бизнес-то крайне не заинтересован в том, чтобы проставить. Нет, ну, конечно, возникают идеи, которые, я не знаю, озвучивают люди совсем далекие от... От земли. От земли, от реальной жизни, от бизнеса, который в конечном итоге приносит доходы в виде налогов, да, в тот же самый бюджет. Либо они просто не хотят об этом думать. Ну, что значит перенести кинотеатр с верхнего этажа на нижний? Это абсурд, это невозможно сделать. Это значит, если этот кинотеатр обяжут перенестись куда-то, да, он просто закроется и больше не откроется нигде, скорее всего. И то количество торговых центров, которые у нас есть в городе, там, может быть, избыточное в каком-то смысле, не в каждом там торговом центре вообще можно оборудовать кинотеатр, вообще они там есть, не в каждом. Ну, например, это, например, да, там одна из идей. Вот. Оборудовать там запасные выходы замками, которые срабатывали бы и открывались автоматически при срабатывании там пожарной безопасности, я думаю, это, ну, здравая мысль, и сделать это можно. Но, опять же, наверное, постепенно и не каким-то там кавалерийским наскоком. Это же средства, это деньги дополнительные. Вот. То есть, изменение вот этих требований должно как-то постепенно происходить, чтобы бизнес мог адаптироваться, чтобы он не потерял вообще возможность, необходимость продолжаться. Вот буквально новость, появившаяся сегодня, тоже в продолжении темы, Кировский департамент образования заявил о том, что после проверок, прошедших в школах, нужна сумма почти в 300 миллионов рублей на то, чтобы привезти все кировские школы в соответствии с требованиями противопожарной безопасности. Читаю буквально с сайта нашего, исполняющий главы экспортамента образования Вера Жойкова заявил о том, что будет просить городских депутатов стараться предусмотреть деньги этим городском бюджетом. 300 миллионов рублей. Вот жили как-то, жили до этого момента. А тут выяснилось, что 300 миллионов рублей. Без комментариев. Причем на этом фоне постоянно обсуждаются и в бизнес-сообществе, и выносятся на уровень власти эти сигналы, скажем так, когда требование соблюдения противопожарной безопасности является определенным механизмом давления на бизнес. То есть, с одной стороны, это механизм давления, с другой стороны, он не приводит к тем эффектам, к тем результатам, которые он должен приводить, по идее. То есть, получается, что все эти процедуры, по большей части, происходят как-то не так. Они бесполезны. Но при всем при этом система-то существует. Там работают люди, они чем-то занимаются. У них есть полномочия. И все равно мы не чувствуем себя в безопасности. Тут еще, наверное, знаете, эффект такой. Случилась трагедия. Принятые решения. Их нужно выполнять. Давно мы вспоминали то же самое «Хромую лошадь» и по требованиям оборудования таких помещений, материалами, отделки. Основная претензия была к легко воспламеняемым материалам. То есть, когда это вошло в обычную какую-то колею, каких-то выпиющих случаев и трагедии, и давления, практически мы не слышим. Очень мало их. То есть, трагедии я больше такого подобного рода не слышал до Кемерово. А то, что на этой волне сейчас трудно, например, войти в этот бизнес, тоже таких случаев нет. Может быть, как-то все устаканится. Признайтесь, как родителю вам боязно бывает? За своего ребенка отпускать его в школу или еще куда-то? Ну, у нас ребенок младший, старше уже взрослый, а младший в таком возрасте, когда мы... Мне это боязно. Да, мы ее одну еще практически никуда не отпускаем. То есть, только под присмотром или нашим родительским, или каким-то другим родительским, да, других родителей. Вот. И в кинотеатр, конечно, одну уже точно не отпустим. На этом незаметно истекло время нашей беседы. Не успели поговорить еще о других темах, в частности, о преобразованиях городской администрации. Вот нам объявлено о том, что будет она неким образом модернизирование без увеличения численности, в том числе без увеличения фонда оплаты труда. Четко хочу спросить, надо чиновников сокращать городской администрации или нет? Вы знаете, у нас каждая волна реструктуризации и различных модернизаций в итоге приводит почему-то к росту количества чиновников, да, и такое ощущение, что к менее эффективной работе. Поэтому я сейчас не могу комментировать. Давайте посмотрим, что из этого получится. Давайте. Мы видим, процесс запущен, и депутатам городской думы скоро, вскоре этот план модернизации мэрии будет представлен. Спасибо большое, Евгений Дрогов, директор издательства «Украдкое», консультант инициативного бюджетирования. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.